Добрый день дорогие телезрители, это программа Кощер Онлайн, студия ведущая Алексей Ковтун и Екатерина Ивановна. О самых актуальных событиях дня, о том чем живет Карачаево-Черкесия сегодня мы поговорим в прямом эфире с гостями нашей студии. К разговору можете присоединиться и вы, позвонив по номеру 8 800 775 03 24. Можете писать нам в WhatsApp по номеру, который указан на экране. Мы начнем выпуск традиционно с коронавирусной статистики. По состоянию на 14 сентября в Карачаево-Черкесии выявлено 63 новых случая заражения COVID-19. Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии за все время пандемии составляет 5 962 человека. Алексей, вот совсем недавно, мне кажется, мы с вами обсуждали, что не дай бог мы достигнем числа 5000, а тут мы уже практически... Да к 6 подходим к 6. Подошли к 6, но, к сожалению, каждый день приносит нам какое-то количество зараженных, но радует и то, что люди выздоравливают. Вот из общего числа заболевших выздоровело уже 4591 человек. 28 человек, к сожалению, за все это время скончались от коронавируса, но на настоящее время 268 человек госпитализированы, они проходят лечение в стационарах, остальные получают лечение на дому. Ну, как говорят специалисты, забыли мы просто про масочный режим в какой-то момент. Вот, не какая-то не вторая волна, а наше несерьезное отношение к коронавирусу. Беспечность. А сейчас переходим к главной теме программы, финалист всероссийского конкурса «Лидеры России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ахмат Апаков получил сертификат в размере 1 миллиона рублей на дальнейшее образование. Кроме того, все участники этого всероссийского конкурса получат наставников из числа топ-менеджеров крупнейших компаний управленцев нашей страны. А по поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимберезова полуфиналисты всероссийского конкурса «Лидеры России-2020», представляющие Карачаева Черкесию, включены в число участников полуфинала кадрового резерва. Отметим, что из 233 тысяч участников, речь идет о лидерах России, по итогам всех испытаний в суперфинал конкурса вышли 300 участников из 54 регионов России и по двое граждан Украины и Белоруссии. Победителями суперфинала конкурса управленцев стали 106 человек. Ну, подробнее о конкурсе «Лидеры России-2020» мы поговорим с его финалистом Ахматом Апаковым. Добрый день. Здравствуйте. Кстати, знаете, я немножко запутался. То говорят, то финал, то суперфинал. Что там было, что за конкурс? Гран-при, приз зрительских симпатий. Да, как? Ну, в традиционной терминологии конкурса это был суперфинал, потому что есть общий конкурс «Лидеры России», есть в этом году три отдельные специализации, у каждой из которых был свой полуфинал, был финал, и победители именно специализации попадали в общий суперфинал к нам. То есть это внутри конкурса отдельные конкурсы получаются? Ну, да, было три отдельных трека. Это наука, финансы и технологии и здравоохранение. И так, чтобы отделить суперфинал от финалов... Финалов поменьше? Поменьше, да. В этом году ввели такой термин, как суперфинал. Звучит как-то. Насколько я помню, это даже было сделано для того, чтобы просто не выбирать из такого количества хороших претендентов на победу отдельного, или какая-то другая причина была? Нет, на самом деле, если мы возьмем флагманский проект «Общий конкурс «Лидеры России», то эта история не про узкую специализацию, это как раз-таки про многозадачность, про многовекторность. Здесь ищут управленцев, которые разбираются понемногу в различных отраслях экономики, в управлении. Кадры, работа с коллективом. Да, да, именно. Но так как требования были довольно высокие, есть очень много специалистов, которые в своих узких отраслях добились очень много, довольно успешны. Чтобы они тоже попали в эту общую воронку, для них сделали отдельные специализации. В большинстве случаев так получалось, что те ребята, кто участвовали в специализациях, они участвовали в общем конкурсе, но здесь не могли пройти среди управленцев, скажем так, широкого профиля. Но внутри своей специализации они потом побеждали и выходили в суперфинал вместе с нами. То есть это практически, можно сказать, второй шанс или даже уравнитель таких шансов? Да, да. На самом деле, я думаю, в будущем, ну и то, что говорят нам наши наставники и коллеги из России «Страна возможностей», возможно, в этом году в последний раз пройдет лидер России общий конкурс в таком глобальном масштабе, потому что управленцев широкого профиля тоже не так много в определенном уровне, да, и достаточное количество их уже отобрали. И сейчас уже интересуют управленцы в различных более узких отраслях. Ну а как вы лично почувствовали на себе, такой формат удобнее или, ну, что-то в этом есть, что еще, может быть, требует каких-то доработок, вот как человек, который уже поварился в этой кухне? Формат, наверное, самый лучший. На данный момент это лучшая методика, уникальная, которая используется в нашей стране с использованием именно международного опыта. Подобные конкурсы раньше проводились внутри крупных госкорпораций, это и Росатом проводит свои там очень интересные конкурсы, и Газпром, у Сбербанка очень интересные там конкурсные процедуры. Ну, по поводу Росатом ничего удивительного, если вспоминать, кто курирует на самом деле Россию «Страна возможностей». Собственно, да, изначально это был внутренний конкурс Росатома, который со временем стал просто уже всероссийским управленческим конкурсом. Поэтому такие конкурсы они проводились, есть другие методики, да, вот в нашем, кстати, местном региональном конкурсе «Кадровый резерв» там немного другая методика оценки, да. Но, тем не менее, большинство экспертов признает, что то, что сейчас происходит на лидерах России, это, наверное, лучший способ оценить из огромного количества людей, вычленить тех самых лучших, наиболее подготовленных ребят. Ну, это, наверное, признается всеми, с этим никто не спорит. Хорошо. Как они там оценивают чуть позже? Вернемся, начнем с самого начала. Ахмат, вы первый раз заявлялись в этом году на лидеры России? Нет, я второй раз в этом году участвовал. В первый раз я участвовал в прошлом году, я заявлялся от Санкт-Петербурга, где я в тот момент проживал, дошел до полуфинала, но, к сожалению, не смог выйти в число финалистов. А какая цель ставилась? Зачем? Ну, это был первый раз, на самом деле было просто интересно попробовать свои силы, сравнить себя с дверьми. Пройду, не пройду или сразу в финал хотелось? Конечно, хотелось в финал, но, опять-таки, конкурс очень растянут по времени. Если регистрация начинается в сентябре-октябре, то фактически у нас конкурс последний раз тянулся ровно на год. Это очень долгая процедура, там между разными этапами проходит довольно много времени, поэтому там не ставишь себе, наверное, таких задач. Понятно, все хотят выиграть, но на каждом этапе есть только одно желание пройти дальше. Есть разница между прошлым годом и этим? Вы знаете, разница значительная, наверное, для финалистов, потому что пандемия наложила свой отпечаток. Из-за этого наш суперфинал получился несколько сжатым по сравнению с тем, как он проходил в прошлые годы. Из-за этого, опять-таки, он проходил не в Сочи, а в мастерскую управления Синеж в Подмосковье. Но в целом все было то же самое. Единственное, появились у нас в этом году были в суперфинале участники по 10 человек, победителей каждой специализации. Что самое сложное? Попасть туда, отсеяться в финал, на каком этапе сложнее всего? Ну, самый сложный этап, меня об этом часто спрашивают, я считаю, что самое сложное – это очный полуфинал. Почему? Потому что, с одной стороны, там более узкая воронка, то есть, отсев намного больше, конкуренция выше. Вот в нашем случае на последнем финале получалось, что из 273 участников, принимающих участие в очном полуфинале, дальше в финал выходило 30 человек всего. Соответственно, это каждый… Каждый десятый получается. Практически каждый десятый, каждый девятый, десятый. Даже меньше. А мы за столом сидели в командах, по 10 человек работали. Поэтому ощущение складывалось, хотя оно и было неправильное, у многих участников складывалось ощущение, что с одного стола выйдет только один человек. Соответственно, надо всех гасить. Но ведь, наверное, в этом тоже был смысл для организаторов, подвергнуть вас во время испытаний еще психологическому стрессу и посмотреть, ну, как кто-то здесь. А если сравнить с финалом, понимаете, в финале уже побеждает каждый третий, плюс все получили уже по миллиону, плюс все уже получат наставников, все уже более прокачанные в целом. Все нормально, бро, нормально. То есть здесь, как бы, да, уже была намного более дружеская атмосфера, здесь уже… Попроще было психологически. Участники не столько соревновались друг с другом в полной мере, сколько совместно работали над решением проектов, знакомились вообще, в принципе, общались, нарабатывали на будущее какие-то проекты. Поэтому полуфинал, наверное, был самым сложным этапом, как с моральной точки зрения, так и физической. Так, перефразируя известную песню, на 10 полуфиналистов один финалист. И все стоят в сторонке и ждут, когда чего объявят жюри. Интересно. Ну, если поговорить именно об участниках, давайте уж поговорим о ваших коллегах, так сказать, кто эти люди? Потому что наверняка это представители самых разных профессий, представители разных возрастов. Вот с чем вы столкнулись во время этого конкурса? Может быть, что-то вас удивило? Слушайте, ну люди это крайне интересные и перспективные. Общение с ними доставляет одно удовольствие. Из всех, с кем нам пришлось пересекаться, возрастной рубеж был от 23, по-моему, лет до 55. То есть я довольно молодой был участник, свои 32. А какой гендер, насколько много женщин? Девушек было много. Об этом очень активно на финале эту повестку вообще поднимала Валентина Ивановна Матвиенко. Кто, если не она? Кто, если не она, да. Ну, действительно, девушек довольно много, но все равно, конечно, меньше, чем мужчин. Там порядка 25%, насколько я помню. Да, это очень много. Причем, что радует, опять-таки, эти девушки, которые выходили в финал, практически все, они, несмотря на то, что они все лидеры по духу, они сохраняют женственность. Они очень такие женственные, милые. Но, тем не менее, смогли пробиться среди такого количества брутальных мужчин. Сколько их мужчин подвинули? Серьезно. Потом женское лидерство – это такая важная тема, которую, особенно Валентина Ивановна, поднимает каждый год. А вот давайте личный вопрос. Вы готовы были бы работать с боссом женщины? Ну, если такое, как Валентина Ивановна, то да. То есть, дело зависит от профессионализма, а не от гендера? Естественно, естественно. Хороший босс, кто угодно, нормально. Конечно. В чем-то наоборот, даже это проще и удобнее. Потому что, я не говорю, может, про руководителя, но про коллег, мужчин. У тебя хочешь, не хочешь, с ними все время возникает какое-то соревнование, сопернический дух всегда присутствует. А когда у тебя коллега или руководитель женщина, вот этого момента не присутствует. И поэтому в каких-то вещах это намного легче даже становится работать. Кстати, вот именно на Кавказе, с кавказским менталитетом, вот вы сталкивались с какими-то стереотипами? Потому что это действительно очень интересная тема, о которой зачастую, возможно, здесь мы даже не говорим. Потому что как раз-таки на Кавказе принято, что босс-мужчина. Но вы замечаете то, что меняется это отношение, что не обязательно главный... Если в семье, возможно, главное место остается за мужчиной, то в бизнесе уже не всегда. И это зачастую даже приветствуется. Вы знаете, все, как вы и сказали, я считаю, у нас довольно много женщин-лидеров. Но наши женщины, они в большинстве своем тайные лидеры. И очень сложно оценить, наверное, сравнить наших женщин, самых настоящих лидеров. Потому что их влияние, оно зачастую оказывается таким теневым. Но на самом деле даже помимо тех девушек, которых и женщин, которых мы видим на первых ролях, да, помимо них есть огромное количество женщин, жен, матерей, сестер, дочерей, которые вдохновляют собой мужчин на все свершения. Поэтому здесь, мне кажется... Тут еще надо построить, кто базис, а кто надстройка. Здесь надо еще подумать. И мне кажется, наша модель, которая на Кавказе, она более даже приемлема и более успешна может быть, чем то, что мы видим сейчас на Западе. По-моему, Ахмад сейчас раскрыл секреты многих дам, в том числе и мой, такое теневое управленчество. Ты намекаешь, что я голова, ты шея? А что тут намекать? А что тут намекать? Прямо сказал. Да, все по-моему. Кстати, из финалистов именно Северного Кавказа были девушки, и там немало, и в том числе некоторые. Кто-то у нас вошли в победителя. Вот это, например, Патима Тамарова из Дагестана. Так что на конкурсе абсолютно нет никаких гендерных... Вообще, вот у профессионала может быть пол или возраст? Или со временем мы должны немножечко стирать эти рамки, когда речь идет о том, что я не женщина, я коллега? Ну, вы знаете, я против полного размывания вот этих рамок, против полной толерантности, против полного вот этого всего равенства. Потому что, ну, как сказал в свое время один великий человек, если мужчины будут мужчинами, женщины будут женщинами. Мы разные по природе. Мы не можем требовать от коллег девушек того же, что мы хотим от себя. Если там нужно, извините, коробки там разгрузить или еще что-нибудь сделать, там в кулере воду поменяют. Было бы странно заставлять их это делать. Это все-таки мужское дело, да. И то же самое есть там какие-то вещи, которые опять-таки логичнее сделать девушке. Поэтому такое полное равенство во всех смыслах, начиная от таких мелких бытовых вещей и заканчивая там серьезно управленческие, оно, наверное, все-таки неправильное. Это как раз управленческий подход, подбирать человека к задаче. Здесь мужчина лучше, здесь женщина. Ну как, давай, делегируем. Ну вот тут хочется даже вспомнить опыт британцев, где создали такую корпорацию грузчиц. Потому что некоторые дамы, особенно одинокие, ну не хотят, чтобы привозили, приезжали разные незнакомые мужчины, заходили в дом и таскали что-то. Поэтому есть такие приятные очень дамы, которые могут помочь, поносить тяжести. Так что я очень рада, что мы затронули эту тему. Возможно, она гораздо обширнее, чем мы сегодня ее коснулись. Но опять-таки радует то, что сегодня мы об этом начинаем говорить. И это становится такой, ну если не тенденция, то нормой, а не чем-то необычным. Но расскажите о подходе людей из разных регионов к самому конкурсу, к решению задач. Влияет ли место жительства, может быть климат, на то, как они мыслят? Москвичей и питерцев видно в этих конкурсантах? Сибиряков. Ну знаете, мне с Питерсой было, конечно, очень легко. Я полжизни прожил в Санкт-Петербурге. Но, конечно, были какие-то мелкие такие особенности. Я очень сильно заметил это на контрасте с полуфиналом в Северо-Западном федеральном округе, когда был на полуфинале уже здесь, в СКФО. Здесь можно к каждому второму подойти, просто приобнять и сказать, брат, ну давай не так, давай вот так сделаем. И он к тебе прислушается. И гораздо проще сближаться, гораздо проще разрывать дистанцию. А там есть свои особенности, опять-таки. Поэтому, конечно, они есть, но они мелкие, потому что когда речь идет уже о таких высокопрофессиональных методиках, когда мы уже говорим на языке, там, не бытовом, на языке, там, высоком управленческом, скажем так, там уже эти все рамки стираются, потому что управленческие принципы-то, они везде одни. А важно ли, чтобы вот этот менталитет в команде был разный у ее участников? То есть, чтобы, например, эмоциональных людей из Кавказа или Южан как-то вот сибиряки немножечко так балансировали и успокаивали, может быть, даже своей натурой. Ну, я думаю, это очень важно на самом деле. И у нас так и получилось. И все команды были сформированы таким образом, что в каждой команде присутствовал представитель от каждого федерального округа плюс представитель специализации. Поэтому мы все были, с одной стороны, там, большинство незнакомы, с другой, чтобы исключить там какой-то фактор дружеский, да, там. С другой стороны, вот то, о чем вы говорите, да, мы дополняли друг друга. Вот, и получилось очень здорово, гармонично. Наверняка вот этот опыт вы как-то будете потом применять в любом случае, потому что любой опыт, он так или иначе откладывается где-то. Вот в дальнейшем вы будете применять какие-то навыки, которые уже получили на этом конкурсе? Ну, конечно, безусловно, без этого никак. Но я надеюсь, что самым большим достижением каждого из нас это станут люди, с которыми мы там познакомились. Потому что вот мы начали говорить про участников, да, они очень разные, они все мега интересные, все очень перспективные. Мы все там заинтересованы, наверное, в одних и тех же вещах, в том числе и в карьерном росте, да. Это понятно, что это будущий управленцы страны. И вот это так называемое, так сказать, братство, которое возникло на этих конкурсах, я уверен, это станет самым большим нашим достижением. И использовать это там дальше в жизни, конечно, я думаю, мы все будем с удовольствием. Ну вот давайте как раз, раз уж мы заговорили о людях, посмотрим небольшой сюжет как раз-таки с полуфинала в СКФО, которое проходило в Пятигорске. И увидим тех людей, которые принимали там участие. Вспомним, каково это было встречаться на таких масштабных площадках, кучковаться вместе, обсуждать все вопросы, не боясь заразиться друг от друга. Внимание на экран. Лидеры России – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». На открытии полуфинала конкурса в Северокавказском федеральном округе все спикеры единодушно отметили его роль в процессе обновления кадров. Этот проект «Лидеры России» – это основной проект платформы «Россия – страна возможностей», который отбирает самых целесумнённых, самых сильных, самых ярких, самых настойчивых участников. Была очень ожесточённая борьба, на полуфинал добрались не все. В нынешнем году конкурс привлёк сотни участников из 68 стран. Уже одно это сделало «Лидера в России» международным проектом. От Северокавказского федерального округа в полуфинал прошло 263 участника, а всего на конкурс от округа поступило более 8 тысяч заявок. Оказавшись в числе полуфиналистов, вы уже прошли большой путь от профессионального, так и в личном росте. Вы признанные лидеры в своих коллективах. У каждого из вас есть победы, которым вы гордитесь. К самому опытному полуфиналисту конкурса «Лидеры России» в СКФО 55 лет, а самому молодому – 24. Карачаево-Черкесию в Пятигорске представили 13 человек. Мадина Урусова в конкурсе участвует впервые. По её мнению, эта площадка даёт ей возможность перенять опыт более успешных управленцев и оценить свои профессиональные возможности. Чтобы быть лидером России, надо быть в первую очередь грамотным человеком, уметь общаться с людьми, находить общий язык, уметь выстраивать основные цели и придерживаться их, при этом учитывая какие-то сторонние факторы. Я думаю, что по результатам этого конкурса у нас будут выявлены настоящие управленцы, настоящие лидеры России. Напомним, что цель конкурса «Лидеры России» – выявление и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. За два года проведение 150 его победителей получили назначение на высокие посты. Например, двое стали губернаторами, а ещё пятеро – заместителями федеральных министров. Конкурс проходит уже в третий раз. И его успех, на мой взгляд, заключается в том, что он работает. Мы видим это по количеству заявок. Оно пусть немного, но прорастает каждый год. Если первый год было 199 тысяч заявок, то в этом году уже 233 тысячи. В течение двух дней конкурсанты демонстрировали жире свои лидерские качества и боролись за выход в финал. В итоге от Карачаева-Черкесии на суперфинал, который состоится в Сочи, поедет Ахмат Апаков. Чем отличается лидер от руководителя? От руководителя не лидера. Лидер – это тот, кто выполняет задачу сам и ведёт за собой ещё других. Который участвует непосредственно в своём проекте и своим примером показывает, мотивирует всех остальных. Руководитель – это тот, который просто стоит и раздаёт задачи. Всего же за победу в суперфинале будут бороться 30 человек со всего СКФО. Кстати, он пройдёт с 27 по 31 марта в Сочи. Да, вот на момент выхода этого сюжета, тогда в полуфиналь, мы надеялись, что в Сочи. Потом пришёл коронавирус, попросил подвинуться. Ну что ж, бывает. Кстати, где вас застиг коронавирус? Как развивались события, связанные с конкурсом? Вот что происходило? Были ли на панике все? Ну, меня лично коронавирус застиг здесь, в Карачаео-Черкесии. Я приехал как раз в марте, накануне финала в Сочи. Приехал в республику, чтобы набраться сил, и отсюда уже поехать в Сочи. И финал отменили, да, как раз отменили у нас. И как раз ограничительные меры ввели. В финал ввели ограничительные меры, и там несколько месяцев я просидел здесь на самоизоляции. Вот. За этот период многое осознал и решил остаться в Карачаео-Черкесии уже на постоянное жительство. Вот настолько повлияла на вас самоизоляция, настолько прикипели. Вот действительно, неужели вот этого промежутка, да, вроде бы короткого, хватило, чтобы в принципе поменять весь план действий на жизнь? И почему вы его поменяли? Ну, знаете, случайности не случайны, как говорится. Я думал об этом. Были такие мысли о том, что надо бы когда-нибудь вернуться обратно домой. Вот. И здесь все так сложилось одно за другим, что в конце концов я принял решение остаться в республике, развиваться здесь. Значит ли это, что Карачаево-Черкесия все-таки становится неплохой площадкой для личностного и карьерного роста? Ну, естественно, естественно. Раз она привлекает сюда, я вам, кстати, что скажу, у нас на кадрах КЧР участвует очень много участников конкурса «Лидеры России». Кадровый резерв. Да, в кадровом резерве участвуют те, кто принимали участие в «Лидерах России» в разных регионах. И они тоже с интересом едут сюда. И я же знаю многих из них, я с ними общался, и некоторые участники из других регионов говорят открыто, что в случае победы и в случае, если им поступят интересные предложения, они готовы переехать в Карачаево-Черкесию. Поэтому наш регион становится довольно перспективным с точки зрения трудоустройства и карьерного роста. Если говорить о карьерном росте, знаете, когда мы обсуждаем конкурс «Лидеры России» и в целом говорим о подобных площадках, то встает вообще вопрос, кто такой управленец? Да, мы понимаем о том, что это такой вот начальник, грубо говоря, это человек, который знает все, что происходит, или там в его бизнесе, или в какой-то организации, или в каком-то даже ведомстве возьмем, и в целом контролирует эти процессы, ну, грубо говоря. Но на практике это не всегда так получается. Вот в вашем понимании управленец – это кто такой? Это человек, который управляет и контролирует, или который вместе с командой работает на какой-то результат, равно как эта команда? Ну, конечно же, как я и сказал в предыдущем сюжете, хоть и криво, но в моем понимании управленец тот, кто сам участвует в работе команды. Ну, здесь, знаете, что бы я хотел отметить, да? Насколько я понимаю, можно выделить три типа лидера. Первый – это лидер такой с очень мощной харизмой, который ведет людей за собой, там, э-э-э, вперед. Вот, то есть, ну, то есть, лидерские качества, у которого прокачано в первую очередь само лидерство как таковое. Второй лидер – это лидер-менеджер. Это тот, кто умеет распределять задачи, он не умеет красиво говорить, но он четко распределяет задачи, он следит за всем, он исполнитель, ну, лидер-менеджер, да, как его называют, либо лидер-управляющий. Третий тип лидера – это лидер-эксперт. Это тот, кто глубоко погружен в саму тему, который разбирается во всем, но не факт, что он умеет вести людей за собой, и не факт, что он умеет распределять задачи. Идеально, конечно, сочетание в одном человеке, когда он и хороший, и харизматичный лидер, в то же время он умеет распределять задачи, и в то же время он эксперт. Но, к сожалению, такое встречается. И точные вопросы ставят. Это редкость, наверное. К сожалению, такое встречается довольно редко. Но, насколько я знаю, именно и лидеры России в конкурсе ищут именно таких людей, у которых одновременно прокачаны все виды компетенций лидерских. Но, так или иначе, одно из этих качеств, один из этих видов лидера внутри тебя будут прокачаны немного ниже. Конечно, конечно. То есть, получается, что для успешной работы того или иного начинания, скажем так, идеально будет, что три лидера сойдутся в одной команде. Или один лидер и два хороших зама, но их надо найти. Ну, на самом деле, да, это и есть те самые секреты, да. Когда, даже если один человек хорошо сочетает все эти три качества, все равно что-то в нем ярче. И именно по этому принципу сейчас там большинство руководителей подбирают себе заместителей. То есть, то качество, которое тебя хромает, естественно, надо делегировать другому человеку, профессионалу. Знаете, недавно прочитал такую статую, говорят, «А вы не боитесь, что вы обучите сотрудников, и они от вас уйдут?» И ответ «Нет, я боюсь, что они не обучатся и останутся у меня». Поэтому надо не бояться делегировать полномочия, а не бояться брать в команду сильных людей. Это только усиливает команду, и я за такой подход. Сейчас к нам поступил звонок. Давайте узнаем, с каким вопросом хочет обратиться телезритель. Добрый день, вы в студии. Екатерина Алексеевна, здравствуйте. Меня зовут Игорь. Вот у меня такой вопрос. А гражданин другой страны может ли принять в этом участие? Спасибо большое за вопрос. В лидерах России гражданин другой страны. Да, могут принимать участие. И как уже и говорили, у нас даже в суперфинале принимали участие из Белоруссии. По два человека из Украины и Белоруссии. Из Украины и Белоруссии. Там было очень много заявок из разных стран. И с нами, я помню, были ребята из Австралии. Понятно, что это все наши соотечественники. Тяжело будет в этом конкурсе. Русскоговорящие австралиицы. Естественно. Это все наши бывшие соотечественники. Это те, кто разъехались. Сейчас, являясь гражданами других стран, они проявляют интерес к конкурсу и участвуют активно. Понятно, что шансов победить у того, кто плохо говорит по-русски, практически нет. Но опять-таки, этот человек, если в нем есть эти лидерские качества и понимание того, что нужно делать в той или иной ситуации, он может выступить как тот самый эксперт или менеджер. С приставкой лидер. Опять же, о чем мы говорили по поводу того, что в кадровом резерве главы Карачаева-Черкесии появляются люди из других регионов, хотят в Карачаево-Черкесию приехать работать. Появление иностранцев в конкурсе лидера России из той же Австралии, англоязычных вот этих стран. Тоже, опять же, говорят, что Россия меняется. И взгляд на Россию за рубежа теперь, очевидно, другой. Если люди говорят, да ну, вы там сами. Не-не-не, давайте конкурс, победим, вернемся. Работать будем. Все меняется, значит. Конечно, я уверен, что очень много наших соотечественников очень хотят вернуться на родину, но опять-таки они не знают, где они смогут себя променить. Это для них замечательная возможность сразу встроиться в существующую систему, сразу найти себя здесь. Да и психологически легче не вернуться, сказать, ой, у меня там не сложилось, а вроде как. Наконец-то тоже, да, конечно, присутствует. Пригодился обратно, молодец. На самом деле у нас же очень много участников из других регионов, уроженцев республики. Их-то по документам особо и не отличишь. Прописка-то, короче, в Черкесии. Но проживают там уже по много лет в других регионах и участвуют тоже в этом конкурсе. И я общался с ребятами из Санкт-Петербурга, которые так участвуют. Они говорят, что если получится выиграть, с удовольствием вернемся обратно, если что-нибудь интересное предложим. Потому что вернуться на родину, вернуться на свою малую родину хотят все. Ахмат, ну вот вы сказали, что вы для себя разделяете три вида, три типа лидеров. Кому причисляете себя вы все-таки больше? Знаете, сложно, сложно судить. Ну вот внутренние. Или, скажем так, кем у вас? В процентах от трех сколько у вас? Мне кажется, у меня довольно ровно они все представлены. Ну это мое субъективное мнение. Знаю, что сейчас в тренде экспертность. На самом деле. Вот среди руководителей высшего звена, сейчас в тренде экспертность. То есть вот эта вот харизма, она уже немножечко от нее подустали. И понимаешь, что не всегда... Конечно, но это больше к политике может быть. Харизма это больше к политике. Ну и это не всегда умею и о компетенции. Но тренд на молодых технократов, так называемых, он проходит. Сейчас уже все-таки важна не исполнительская функция, а именно экспертность. Поэтому и всех призываю тоже развивать в себе все-таки экспертность. докопать глубоко, потому что... Вот видите, все-таки призываете, смотрите. Без этого. Хорошо. А чтобы хотели прокачать в себе еще вот такой вопрос? Чего не хватает еще? На самом деле очень много не хватает. Пообщавшись с участниками конкурса, понимаешь, что... Надо бы перенять. Очень много пробелов в знаниях. Естественно, у меня сейчас замечательная возможность, этот миллион, который я могу потратить на образовательную программу. Вот я постараюсь... О том, где вы будете обучаться, мы поговорим чуть позже. Надеемся, что вы уже выбрали. Но если уже так подытоживать, именно участие в конкурсе, вот для вас, как для человека, который уже пожил в одном регионе, пожил в другом регионе, как вы считаете, где сегодня необходимы вот эти вот кадры? Где сегодня необходимы управленцы? Где сегодня необходимы и эксперты, и менеджеры? В Москве или в регионе? Да. Ну, знаете, кадры нужны везде, потому что... Кадры решают все? Да. Но Москва вроде как забирала много лет. Хорошие кадры. Там плотно вроде. Вот, опять-таки, в Москве их очень много, с учетом того, что... Там, правда, есть куда силы приложить, с другой стороны? Ну, и помимо сил, там и бонусов больше есть для лидеров. Но, опять-таки, знаете, есть разные там поговорки. Многие же говорят, лучше быть первым на селе. Кому-то интереснее такая концепция. Я за то, чтобы всегда был находиться среди самых сильных и пусть даже быть там... В конкурентной среде? В конце списка, да, но в конкурентной среде. Но, видимо, пришло время, да, немножко перестроить свое мышление. Конечно, регионам нужны управленцы, и вся эта история с лидерами России, да, она в первую очередь для прокачки регионов сделана. Потому что, к сожалению, уровень компетенции во многих регионах управленцев пока еще оставляет желать лучшего. Ну, все работают над этим, вся страна у нас над этим. Так все-таки лидеры России это прокачка или отсев? Или и то, и другое? Я думаю, это и то, и другое. С одной стороны, это прокачка. Это конкурс, в первую очередь. Это конкурс. Там финал есть. Естественно, да. Это идет соревнование между участниками, но после достижения определенного этапа, знаете, как это идет? Это еще какое-то действительно братство. У меня значок лидеров России. Есть еще там полуфинальные значки, да, особенные. Я испытал это еще после первого полуфинала в СЗФО, когда я ездил в командировки в разные регионы, стоит просто написать в чат, нацепить значок, зайти там в региональное правительство, там, где бы я ни находился. Сразу свои находятся. Кто-нибудь тебя встречает, сразу находятся кто-то свои, там, помимо тех, с кем ты там списался заранее, сразу находятся кто-то свои, кто тоже участвовал, зовут к себе, там, наливают чай и сразу там... Очень удобно. Давай работать, что нужно? Поэтому, да, помимо какой-то прокачки, помимо, там, отсева, да, это и какое-то, я не знаю... Корпорация получается такая. Формирование своего братства, такой вот, ну, не корпорации, да, такого... Но вы же управленцы. Пула у таких управленцев новой формации, да, и здесь есть очень много таких вот тонких моментов, которые, я уверен, они специально настраиваются организаторами. А психология важна для управленцев? Конечно. В чем? Где моменты, когда приходится вот... Знаете, одним из этап... Да, везде. Одним из этапов тестирования, да, у нас там, на третьем этапе тестирования, самым сложным, перед тем, как выйти в очный полуфинал, надо было пройти управленческие тесты, половина из них, это вот чисто на психологию. На стрессоустойчивость, на морально-волевые, на что? Не-не, именно психологические качества, там, ну, как бы раскрывать задания, там, запрещается, да, Ну, хотя бы одно, хотя бы чуть-чуть. Ну, условно, задание могло быть в каком направлении? Такого плана, что вот у вас там сотрудник, не знаю, там, сотрудник А, есть сотрудник Б, один из них там начальник отдела, другой там, его заместитель, оба ваши подчиненные, они между собой поругались, потому что то-то, то-то. Вот, и как выйти из данной ситуации, причем вот этот не хочет вот это, этот не хочет вот это. То есть чистая психология. То есть менеджерского варианта нет, надо, как царь Соломон, я не знаю, да? Интересно. Таких заданий было очень много, такие задания были и в очном этапе, когда нужно было играть. Да и вообще, знаете, все эти очные испытания, они, с одной стороны, это очень крутая вещь, это решение кейсов, надо правильно выполнить задание, поставленное перед командой, когда-то это индивидуальные, когда-то командные, но в половине случаев это напоминает игру в мафию, нужно за столом найти себя союзников, с кем-то договориться, чтобы тебя поддерживали, то есть это чистая психология. Но кого-то надо и убить. Кого-то надо, да, и там. Ну да, вот мне кажется, вот как в управленчестве, как вот в таких конкурсах, вот моя стратегия Каталия Апольдос, давайте жить дружно, не всегда прокатит, поэтому день должно быть. Мы с вами потом об этом поговорим. В большинстве случаев такая тоже стратегия, она проходила. Потому что, о, как интересно. Те люди, которые не могли сдержать эмоции, те, кто начинали нервничать, пылить, повышать голос, не смогли пройти дальше, потому что это жестко отсекалось. На самом деле, мы до сих пор не знаем, что они там оценивали, эксперты, и какие были маркеры, мы знаем 8 компетенций, по которым нас оценивали. Но как именно? Некоторые из них назовите. Это лидерство, как таковое, это нацеленность на результат, это стратегическое мышление, это внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность, что у нас еще было, коммуникации и влияние. Нацеленность на результат. Вот это вот очень интересно, потому что, когда мы говорим о нацеленности на результат, это подразумевает за собой, что результат должен быть достигнут, несмотря ни на что, что цель должна быть получена и так далее, и так далее. Задача решена, проблема исправлена. Но все-таки, несмотря ни на что, любой ценой или как, с точки зрения управленца. Вы понимаете, там такая система, что нельзя одновременно получить баллы за все. То есть, если ты нацелен на результат, ну как пример могу привести, вот допустим, у нас есть какая-то общая задача. Для того, чтобы решить эту задачу, мы там втроем, но кто-то из нас должен уступить. То есть, ну могут зайти только два мнения, третье не войдет. Соответственно, тот человек, который уступит ради общей цели, если он ради этого именно сделает, он как бы может получить там баллы за нацеленность на результат, на общий командный дух, но он проигрывает в личном влиянии. Потому что все-таки, ну он мог бы постараться сделать так, чтобы кто-то другой отказался. И опять-таки. И здесь такая палка о двух концах. это игра с ненулевой суммой. То есть, тут непонятно, нельзя математически посчитать стратегию выигрышную. То есть, компьютер здесь был бы в тупик поставлен. Конечно. Чисто человеческая игра. Конечно. Плюс, опять-таки, в каждой группе, свои исходные данные, свои люди, у каждого свои мысли, свои эмоции. Поэтому, несмотря на то, что... Интересно, кто же вас оценивал? Там мозги сломать можно. Конечно. Алексей, это не игра, это жизнь. Вы понимаете? Маленькая жизнь. Большая, скорее всего. Готовят очень активно, упорно, довольно сложная система подготовки. Если они однажды ее рассекретят, озвучат, будет очень интересно посмотреть. Это будет очень интересно посмотреть, но это будет очень плачевно для того, кто это сделает, потому что они там находятся под... Но это ноу-хау, наверное, очень большой все-таки. Да, у них там куча подписано документов о секретности, поэтому мы до сих пор не знаем саму методику, что именно оценивали. Ну, по ощущениям, да, вот было то, о чем вы говорите. Здесь... Ну, может быть, и слава богу, что до конца мы этого не знаем. Конечно. Иначе было бы не так интересно. Это интрига. Иначе, понимаете, было много людей, которые думали, что они поняли вот эту систему и пытались подстроиться под нее. Но здесь такие вещи не проходят. Здесь надо быть самим собой. Тут либо ты всю жизнь готовился к этому моменту, либо ты всю жизнь работал над собой, либо нет. А научиться вот этим фишкам, каким-то приколам за неделю, за месяц, сходив там на тренинг, еще куда-то, невозможно. Угадай, что выпадет, красное или черное, да? Конечно. А там выпадает зырой, извиняюсь, что делать-то? Здесь вариаций слишком много было, чтобы можно было к этому как-то подготовиться. То есть, на самом деле, и тест на честность, на искренность в какой-то момент. То есть, скорее всего, система еще с интересом смотрела, ну, тех людей, которые представляют, ты по-честному или ты тут будешь демонстрировать что-то? Лояльность, хитрость? Таких людей сразу видно, которые, ну, конкурс же уже не первый раз проходит, да? Есть умельцы, которые пытаются понять правила, которые пытаются угадать ход, да, что нужно сделать, как себя вести, чтобы угодить экспертам, чтобы получить баллы. Ну, насколько я знаю, по финалу их уже не видно, Ну, их, наверное, да, отсеивают. Их отсеивают очень быстро, потому что это все видно, даже не только эксперт, нам самим, участникам, их видно бывает. Какие-то чужие люди. Да, эксперты, я думаю, они подготовлены к таким вещам. Чему вас научил конкурс? Ну, во-первых, тому, что надо не сдаваться и всегда идти до конца. После первого поражения я собрался, провел работу над ошибками. У нас, кстати, после каждого этапа приходит довольно подробный отчет, где выдается оценка по разным компетенциям. И, помимо прочего, там есть список литературы, которую нужно почитать, чтобы прокачать эти качества. Есть там еще какие-то советы. Постарался прислушаться к всему. Как много стратегий соединено, потому что то, о чем вы сейчас говорите, напоминает разбор игры после матча футбольного, когда тренер вместе с командой смотрит матч и потом раздает каждому, что еще стоит посмотреть, что еще почитать. У нас очень интересные вроде ты не вышел в финал, вроде все, тебя отсеяли, нет, тебе приходят. Конечно. И это начинает с самого первого этапа. То есть все-таки вот именно прокачка очень важна получается для организаторов. И не зря... Даже за пределами конкурса она важна. И не зря главным призом таким, который можно пощупать, является образовательный грант, который тоже прокачка. Вот тут вот как раз-таки встает вопрос, чему вас еще научат? И главное, кто и где вас научат? Ну, я надеюсь, что меня примут. Я хочу в высшую школу государственного управления, Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Там есть специальная программа для лидеров России, называется EMPM. Ну, это мастер государственного управления. Это что-то похожее, знаете, есть такой, их называют обычно там губернаторский курс или там... Школа губернаторов. Школа губернаторов, то, что говорят. Да, это что-то наподобие, только немножко модернизированное под финалистов-лидеров России. Это модульная программа, там несколько модулей как раз совпадает вот с той так называемой школой губернаторов, совместно проходит. Какие-то отдельно на базе крупнейших и самых лучших наверное образовательных площадок. Это и Сколково, и сама Ранхикс, и в Сочи, и в Сингапуре, и в Малайзии. В Университете Сбербанка, по-моему, проходит. То есть, ну, там очень интересная программа. Экспертами выступают ведущие, там, государственные деятели и топ-менеджеры нашей страны, поэтому хочу туда. Заявку отправил, жду. Зачем? Кто это даст? Кем вы хотите стать, хочется тут спросить. Ну, я вижу себя в сфере именно там, в ближайшее время в сфере государственного управления, поэтому, конечно, хочется получить навыки именно в этой области. Прожильное. Так. Ну, я и по основной специальности в государственном муниципальном управлении, поэтому это логично идти, учиться дальше. Прокачиваться. 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 Знания и силы. Актуально. Да. Знаете, как делятся вообще все, многие ученые делят все там трудовые специальности на три категории. Это умение, правила и знания. То есть умение это там самый такой простой труд, я не знаю, там все, что вручную делать, начиная там отгрузчика и заканчивая ремесло, в том числе, какой-нибудь грубый физический труд, где нужен просто навык, какие-то правила. Это более прокачанная история, это там, я не знаю, оператор там мобильной связи, например, или еще что-то, у которого есть инструкция, он четко по ней работает. Либо там машинист на заводе, либо еще что-то там наподобие. Ну и знания это те люди, которые... которые пишут инструкции для первых двух. Да, в том числе. С учетом нашего развития современного мира огромное количество профессий скоро исчезнет. В принципе, многие из тех, кого я уже назвал, вы попробуйте оператору мобильной связи сейчас дозвониться до человека. Где-то минут 20 своей будет беседовать робот, и он действительно может ответить на большинство вопросов. и роботы, искусственный интеллект, другие технологии, чат-боты какие-то. Кто бы что ни думал, но нейросети сейчас чудеса творят прямо сегодня. Я даже не говорю сейчас о супер каких-то вещах, но элементарные вещи. Сейчас агрегаторы заменяют диспетчеров, я не знаю, в такси. Уже огромное количество людей теряют работу из-за того, что современные технологии наступают в какой-то степени на пятки. Этот процесс будет продолжаться, надо искать себя постоянно, надо все время быть готовым учиться чему-то новому, иначе ты перестаешь быть конкурентоспособным. Тем более, что появляются ниши, которые еще не заняты никем абсолютно. ну, такой модели, какая у нас была раньше, пойди в институт, получи хорошее образование, и ты до конца жизни будешь обеспечен хорошей работой. Будешь сидеть в НИИД всю жизнь. Это скучно, наверное. Такая история, она сейчас уже не работает. Эпоху Мостмодерна, надо постоянно учиться, надо постоянно меняться, поэтому, конечно же, учиться никогда не поздно. Меняешь себя, меняешь мир, снова догоняешься. Если раньше, за счет того, что ты дополнительно учишься, ты становился, ну, круче, но ты мог оставаться там, не обучаться дальше и оставаться все равно конкурентоспособным, и за счет дополнительного обучения, ты просто набирал дополнительные какие-то баллы, то сейчас это постоянное обучение, это скоро станет таким необходимым для выживания, в принципе, в нашем современном мире, поэтому надо учиться. Горизонты постоянно открываются? Конечно. Надо учиться постоянно чему-то новому. Как говорят, кто? Отсутствие движения вперед обозначает движение назад. Чтобы остаться на месте, надо бежать вперед со всех сил. Чтобы, знаете, другая мне больше, жизнь напоминает эскалатор, движемся вниз. Чтобы хотя бы находиться на одном месте, надо идти, но чтобы подниматься вверх, нужно бежать изо всех сил. Поэтому надо учиться постоянно, я готов к постоянному обучению. И последний вопрос у нас состоится буквально там одна минутка, готовили выучить, потому что с тем опытом, который вы уже приобрели, и в целом модные курсы повышения. Ну, вообще, конечно, готов. Я и в рамках предыдущей деятельности занимался иногда какими-то образовательными программами. Сейчас, подумывая о том, чтобы делиться опытом именно в этом направлении, тем более главе, короче, Черкесий Рашид Бориспиевич обещал, что помогу подготовить на этот год участников для конкурса, чтобы у нас финалистов уже было больше. Поэтому готов и планирую этим заниматься в ближайшее время. Спасибо большое, что вы прочли. Надеемся, что все получится, и что с каждым годом вы будете обретать все больше и больше опыта и знаний. Спасибо вам. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы прощаемся, как всегда, ненадолго. Увидимся уже завтра в 17.00 на телеканале Архиз 24. Да, ну, еще раз напомним, что известные слова учиться, учиться, еще раз учиться. Сегодня, как никогда, актуально, не теряйте времени. Всего доброго, увидимся, не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok